Бесплатная еда для самых стройных в Китае и специальное пиво для космонавтов. Обо всем этом прямо сейчас. Казус на Евровидении. У победительницы Неты Борзилла из Израиля сломалась награда. Супервайзер конкурса Йон Ула Сан сразу же вручил ей новый хрустальный микрофон после выступления на БИС. Подобный инцидент уже был в 2009-м. Тогда хрупкая награда сломалась у певца из Норвегии Александра Рыбака. Нета из Израиля не особо акцентировала внимание на статуэтке. Она рассыпалась в благодарности всем за невероятную поддержку. Весьма креативно ее поздравил и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Он повторил ее коронное движение руками, похожее на крылышки. Космическое пиво для астронавтов. Австралийцы придумали пенный напиток в бутылках в условиях невесомости. Отныне никаких тюбиков, только специальная тара. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной бутылки, только с длинным горлышком. Само пиво будет с меньшим количеством газов. Напиток в специальных бутылках уже протестировали в условиях микрогравитации над Флоридой. В китайском ресторане города Цзинань бесплатно кормят худых посетителей и даже наливают немного пива. Главное условие протиснуться через узкие металлические решетки, установленные на входе в заведение. Такой ход привлек множество посетителей. У входа в заведение выстраивается огромная очередь. Между прутьями решеток разное расстояние. 15, 18 и 25 сантиметров. Кто сумеет протиснуться в самый узкий проход, получает несколько блюд сразу и пару бокалов пива. Уникальный голубой бриллиант продадут с молотка в Женеве. Драгоценный камень в 6 карат имеет 300-летнюю историю. Впервые его подарили королеве Испании Изабелле Форнезе, которая правила с 1714 по 1746 годы. Позже его передавали из поколения в поколение в королевской династии. Теперь редкий бриллиант может купить любой желающий. Стартовая цена 4 миллиона долларов. Торги запланированы на 15 мая. Продолжение следует...